мои колеусы в горшочках выдержали эту сумасшедшую жару но конечно же выдержали благодаря поливу вот такие хорошие смотрите какие симпатичные колес и и все абсолютно все смотрите дают уже цветы видите растение чувствует что скоро осень и уже никак его не остановишь если летом там пробивается цветочек и я снимаю и он не цветет вот смотрите это тоже я обламываю он все равно дает растение должно оставить потомство то есть нужно ему семена заложить видите как вот обламываю хожу обламываю а он все равно выдает осень осень не остановишь и растение это знает вот тоже цветочек этот кстати не сильно дает цветочки попадается но немного всем добрый день сегодня мы на даче мы все время на даче и сегодня видео будет про горшечное растение а то что-то я дотянула что уже сентябрь на дворе и растение уже смотрю меньше цветут хотя нет закладывают закладывают вот я для пропиларгонии есть еще то я подошла обрывала все цветочки плохие ну отсвет все и думаю нужно снять потому что отсветет и я забуду я надумаюсь снимать тогда когда уже и цветов не останется колеусы конечно же они без цветов хороши я наоборот цветы все выламываю сейчас сентябрь можно уже не выламывать сентябрь сейчас и давайте уже будем брать череночки уже нужно если вы хотите сохранить колеусы на следующий год значит нужно брать черенки ставим воду укореняется колеус хорошо в воде потом сажаем в грунт череночек этот будет расти очень медленно конечно же зимой но ближе к весне начнет давать боковые веточки и будете брать еще череночки и так вы начеренкуете себе за весну очень много колеусов здесь на пеньке горшочек с трима растениями три растения просто сажают можно одно посадить тоже будет хорошо это я сажаю 3 а если посадите 1 тоже будет хорошо три растения и здесь тоже как уплотнитель я поставила горшочек с тремя растениями вот горшок там был было растение мы его убрали и поставила горшок вот такие колиусы растут в горшках можно и в грунте в горшках растут они хорошо слизни практически не повреждают видите листики все чистенькие целенькие а в грунте я боюсь что они я конечно в грунте пробовала сажать но там едят слизни вот поэтому горшках в горшках у меня там земля земля обычная с огорода плюс компост это весной все удобряю колиусы только в начале сезона пару раз проливаю удобряю азотным удобрением все и ничего больше только вода ведро оцинкованное 10 литровое а в нем три колиуса ну да красавушки жируют им хорошо здесь грунт у меня под колиусами обычный с огорода и вот здесь на углу домика растут колиусы три растения горшок примерно 10 литровый три растения посажены колиусы крупномеры они такие большие растут эти колиусы поэтому я сажаю большой горшок такие хорошие колиусы смотрите очень большой листик смотрите какой листик огромный это тоже огромный здесь тоже здесь три вида колиусов но они такие подобные просто этот поярче а эти два таких темненьких но не знаю вот показывает цвет они прям бархатные виду него как замшевый с красивой каймой этот немножко светлее чуть-чуть буквально светлее вот таких колиусы три колиуса посажены в один большой горшок внизу в том году я сажала плектрантус он себя показал он конечно вырос а традесканция нет за лето не смогла себя показать ну вот смотрите как-никак красивая традесканция да но она я видела я думала она так опустится красиво будет белая тенять нет не получилось там два колиуса плектрантус слева и фуксия правда поздно я начала съемку все цветочки отсвели осталось только вот слева и плектрантус вот смотрите вот такой он конечно в том году я подбивку там делала он хорошо разросся а в этом году просто в горшочке просто в горшочке растет поэтому такой маленький если бы он там рос в грунте он бы себя показал намного лучше потому что вот видите в горшочках они в том году такие были небольшие. Там примерно, наверное, полуветровый горшочек. Вот такой. Вот смотрите, в горшочках они растут. Они себя так не показывают, как в больших емкостях. И там тоже плектрантус. Вот такой. Больше он не вырастет. Маленький объем земли. Здесь фуксия вишенка. Тоже много цветочков уже ушло. Ну, видно вам, да? Все фуксии нравятся. Это вишенка. Фуксия вишенка. Это я на нее так говорю. Потому что у нее бутончики, как вишенки. Вот она. Ах, видите, какие. Хорошая, прихорошая. Вот какая. Какой цветочек. Прям такая юпочка. Вишенка. А здесь Лена. Лена или Елена. Не помню, как правильно. А с другой стороны у меня фуксия. Я на нее называю балеринка. Ну, прям пачка. Смотрите. Вот такой большой цветочек. Балеринка. Да, без названия, конечно же. Ну, я им сама даю название. Нет, это мне кто-то написал. Вот это. Вот это фуксия. Она такая. Тоже большой цветок. Большой цветочек. Видите, какой. Вот такой молодой цветочек. В распуске. Такой фиолетовый. А потом такой, я не знаю, ярко-ярко-розовый. Или темно-розовый. Так вот эту фуксию. Вот она. Видите, какая красивая. Вот эту фуксию мне написали. Что это Лена. Я запомнила, потому что у меня дочь старшую зовут Лена. Поэтому запомнила. А вот это вот балеринка. А это вишенка. Питунию тоже все время забывала вам показать. Обычная питуния. В этом году купила просто крупноцветковую питунию. Но все лето хорошо цвела. Коллизия. Смотрите, какое хорошее растение. Такое, знаете, как резиновое. Я не знаю, мне так нравится оно на ощупь. Был маленький череночек. И посмотрите, какая шапочка наросла. Это комнатное растение. Ну, вот такая вот длина выросла. Правда, я ничем, ничем не удобряла. Абсолютно ничем. Может быть, если бы я удобряла азотным удобрением, возможно, выросло бы и больше. Видно, да? Вот такие вот. Пойдемте. Еще. Вот еще. Один горшочек подвесной. Тоже такая же шапочка. И тоже длина вот такая. Закрыла горшочек. Можно сказать, вровень с горшочком, да? Опять же, ничем не удобряла, кроме воды. Грунт с огорода и полив водой. Все. И вот тоже. То есть, три горшочка висят. Этот, как бы, поменьше. Видите, даже горшок не закрыл. Один из них, я уже не помню какой, был позже высажен. То есть, я уже черенок брала здесь, будучи на даче. Два я посадила. Быстрее всего, что так и есть. Те два я посадила, наверное, раньше. А этот позже. Вот он такой поменьше вырос. Может, здесь больше солнышка. Не скажу ничего. Вот такая шапочка, смотрите. А этот я вообще поздно посадила. Вот, смотрите. Барышня у меня такая. Такая ваза. Вот в этой вазе тоже растет. Позже всех посадила. Наверное, в июне посадила череночек. Просто воткнула в землю. Там у меня, там в этой вазе земля. И просто три череночка, три веточки. Такая шапочка получилась. Вот солнышко вышло. Решила на солнышке показать, как она смотрится. И хочу показать коллизия. Здесь в горшках тоже. Но она здесь такая лохматая-лохматая. Вот такая коллизия. Очень хорошее растение. Приятное на ощупь. Но не растет длинным. Вот так вот распушилась и все. Может, потому что ей первый год всего. Это она за лето так выросла. Это все были череночки. Если у кого-то есть опыт выращивания коллизии подлиннее, так у кого растет подлиннее, да, напишите. Ну, у меня вот так. Вот сундук. И в этом сундуке разрослись. Это уже не так красиво, как было. Почему я не снимала? Каждый раз прохожу мимо. Думаю, надо с нее съемку сделать. Очень много уже поцветало. Кстати, вот тоже нужно уже. Вот, смотрите. Это надо. Я даже не обрезаю, а просто обрываю. Некогда мне за ножницами ходить. Смотрите, как они прямо на земле лежали. Видите? И вы посмотрите, какой цветок. Какой цветочек. Вот такое соцветие огромное. И там тоже. Это сентябрь. Это же уже сентябрь. А вот они какие. Еще бутонов полно. Пеларгония плюс челистная. Вот, понравилась ей в сундуке этой герани. То есть пеларгонии. Облиственная очень хорошо. Значит, и цвела хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok